так дорогая публика я в гостях в калифорнии но я-то в москве действию в своем боброва это вот радис валиулин тот же самый который радис калифорнийец он иногда подписывается не иногда в данной шиналерс он так подписывается вот ну вот и вот сити богу богу сити вот так вот значит он вообще говоря так вот как я его называю программист программы пишет вот такой вот настоящий настоящий такой вот человек сегодняшнего дня живет в калифорнии и вот он захотел поговорить про глобальное потепление отстоять вот западную концепцию я как представитель востока а все обойдется да ладно забей вот это наша концепция а он там свою американскую что все правильно было вот но я вот единственное только скажу в чем у нас были какие-то разногласия так папа факты ему что-то не понравилось формула по которой я считал не понравилось я признал же свою ошибку я вам донат отправил а вы признали свою ошибку все таки да я только 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 нет нет я признаю то что я никогда не подвергаю сомнению изменение климата я пока прав нет я понял я говорю про формулу у меня претензия оригинальная это я потом стал форме придираться оригинальной претензия была в том что вы почему-то сказали что не минус 18 вот это у меня претензия до сих пор есть я форму понимать чем дело меня нет минус 18 а ну давайте есть такой вот замечательный показатель качеству жизни фактически который называется ожидаемой продолжительной жизни и очень вот к реально ожидаем и продолжительности жизни он никакого отношения не имеет тем более что никто никакой жизни не ожидает вот для детей родившихся в 2021 году ожидаем и продолжительной жизни вот такая иногда так говорят на самом деле это показатель характеризует вероятность умереть в 2021 году в различных иначе возрастных группах всего навсего да и берутся эти вероятности берется условный когорт это еще восемнадцатом веке придумал этот самый заскать галей вот это вот называется таблицы смертности галлея берется условно когорта если попроще 10 тысяч человек если покруче миллион да как вы хотите вот объем берите его смотрят как это когорта потихонечку потихонечку вымирает вот сколько-то умерло первый год жизни значит они в среднем прожили полгода да вот берем покойников полгода прожили ну кто-то прожил между 90 и 91 годом должен умереть у нас да вот умножаем 90 с половиной лет на вот это вот количество по умерших если все суммируем получать сколько но это показывает это очень здорово показывает характеризует вот когда у нас например у отыскать умер сталин а он умер в первом квартале 53 года уже во втором квартале немножко подросла ожидаемой продолжительной жизни то есть простите меня жить стало лучше жить стало веселей когда умерт он да это удивительно но факт да вот вот такие вот факты всякие были ввели значит у нас ограничение который михаил сергеевич горбачев придумал на спиртные напитки несмотря на чернобыльскую катастрофу у нас ожидаемая продолжительной жизни поперла вверх резко вот потому что мы стали пить меньше водку стали продавать с 11 часов они с 10 уже повлияло я только один вопрос ими я так и не понял и вот а его кстати говоря вот это вот цифра который вот та формула за которую так все топят в интернете это формула что вот мы берем шарик он нагревается вот этим своим поперечным сечением площади pr квадрат а рассеивает весь весь шарик воздух но не знает какой должен быть шарик чтобы он прогрелся понимаете да это немножко не так планета я понимаю у планеты нагреется вот верхняя поверхность все даже здесь землю копни лопатой там уже холодно окей нет я это понимаю такая такая формула может она и хорошие замечательные каком-то смысле они уговорились так же как вот уговорились с этой ожидаемой продолжительностью жизни наверное но вот так вот с конкретным объектом типа полдень на экваторе марса вот насколько нагреется поверхность марса до плюс 35 все по это по этой формуле так получается а вот значит где-то на на луне на экваторе припор самый солнечный вот какая температура будет а вот такая все считаем и очень хорошо ну как когда его уже в ходе дела атмосфера все конечно распутается а так вообще мы обеими руками за глобальное потепление из-за науку ну то есть изменение климата они действительно есть но вот влияет ли на них деятельность человека деятельность человека пока из того что доказано влияет на количество углекислого газа в атмосфере да и по всей видимости вот это вот увеличение его за последние 200 лет там в два раза там со скольких там 200 даже меньше чем два раза 200 чем-то ппм до около 400 ппм да по-моему такие цифры да вот но это наверное дело рук в общем-то говоря от сжигания топлива то есть изотопный анализ вы не отвергаете это подтверждает затопный состав хотя в принципе говоря и изотопы которые извергают углекислый газ и метан извергаются так скажем так из вулканов они тоже такие живут изотопный состав старый да то есть там нет вот этого радиоактивного углерода он же из земли пришел ну и соответственно то же самое можно сказать про про метан который выделяется из болот из замерзшие этой самой вечной мерзлоты со дна океана всплывает он весь тоже старый углерод он тут в атмосфере окисляется превращается углекислый газ кстати говоря ну куда ему деваться солнышко посветило молекулка возбудило все на окисляется нет это все да ну так сказать благоприобретенный в основном да вот из этих самых из старых источников углекислого газа ну вот это да согласен не спорю но вот влияет ли он это вопрос потому что я вот посмотрел я вот после после вашего так сказать решительного протеста я значит познакомился с ну бегло познакомился со списком работ да вот этих граждан которые этим занимаются вот и с их утверждениями они занимаются очень действительно хорошими интересными вещами значит изучают облака как несутся и как там распределена температура в атмосфере но нигде они вот это вот нигде я не нашел ссылок на то как они связывают количество углекислого газа в атмосфере температуру планеты там было просто так вот так сказать три картинки три картинки это значит чтобы было бы если бы не было изменения количества углекислого газа а вот на земле было бы такое легкое похолодание на один градус может быть на пол градуса а вот что есть на самом деле пожалуйста это вот значит наблюдаемая картина а вот что должно было бы быть по теории если бы у нас повлиял вот этот вот изменение углекислого газом по теории а где теории вот это некая модель которые не все, некая расчетная модель а мы расчетным моделям, честно говоря, не очень верим, потому что проверить нельзя. Нет, есть расчетный моделек, можно проверить. Вот очень сложная вещь, например, вычисляют теплопроводность какого-нибудь вот сложного объекта. Да вот хоть корпус телефона, да? Вот он там нагревается, работает там какой-то прибор, и, значит, а вон слоистый корпус, тут там воздух, там еще чего-то, снаружи пластмасса, вот, еще изнутри поди чего-нибудь, как-нибудь чем-нибудь там обработан, вот, ну, теоретически очень сложно рассчитать, обычно это делается все эти теплопроводность слоистых объектов на базе, ну, скажем так, экспериментальных данных. Ну, вот так вот, экспериментальные коэффициенты померили, что-то там нашли, и вот с помощью их считают. Ну, это вот называется там научно-теоретический отдел есть такой, обычно, во всяких таких ракетных почтовых ящиках, и они считают, вот как будет нагреваться там их изделие при входе в атмосферу, например, или там при взлете, вот это вот такие вот вещи. Полуэмпирические расчеты. А тут, как мы с планетой полуэмпирически посчитаем? Да и фиг его знают. Честно говоря, не знаю. Вот это самая интересная вещь. Отрицание от незнания. Я не отрицаю ничего, то есть это, я говорю, что где где доказательство-то вот этого? Ну, не доказательство, нет. Отрицание от незнания. Они знают, пусть расскажут. Проверяли. Какая-то картинка, и все, даже без фамилии. Вот, например, про ядерную зиму мы хоть знаем авторов, да? Ну, блин, руководителей авторских коллективов, да? У вас там в Америке, так сказать, Карл Саган, у нас Никита Моисеев. Ну, еще этот самый молодой советский ученый Александров, вот, который без вести пропавший. Вот, ну, вот мы вот знаем три персонажа. Вот кто отвечает за ту знаменитую ошибку? Потому что в ядерной зимы-то не будет. У вас в Америке сказали, что это все КГБ подбросило идейку. Ну, а мы-то вообще-то, говоря, не знаем. Вы, Борис Сергеевич, тоже любите теорию заговора строить? Ну, это в Америке так сказали. КГБ, говорит, подбросило. Ну, кто-то должен был сделать, чтобы две группы ученых совершили несколько одинаковых ошибок. Ну, так считаю. А для уточнения только, вот эти две группы, они свои работы публиковали или они, эта секретная информация оставалась? Они их опубликовали в конце, потом провели это моделирование и результат опубликовали, и оказалось, что они, в общем-то, идентичны. Это всех потрясло. Нет, а когда поняли, что коэффициент не учли? Ну, поняли, но, понимаете ли, у Победы всегда много родителей, отцов? Нет, отвечайте просто на вопрос. Хватит юлить. Написали мелким шрифтом, было написано, да. Мелким шрифтом написали. Нет, 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 я имею в виду. Две группы работали, они что-то посчитали. Эта информация, она сразу была опубликована или она какое-то время находилась в закрытой доступе? Ну, я не знаю, обычно ученые, прежде чем опубликовать, так еще раз проверят, посоветуются, напишут текст и потом публикуют. Ну, то есть, какое-то время проходит время, вот, от того, как они... Я просто, нет, я деталь не знаю, просто пусть ни к чему я клоню. Какие бы умные люди ни были, они могут ошибаться. С этим никто не спорит. Это как бы, это истина. Вопрос в том, насколько информация подвергается коллективному обсуждению. Хотя даже этот случай не гарантирует, что мы все равно коллективно не совершим ошибку. Вот в свое время был у нас такой Лаврентий Павлович Берия, большой человек. Он организовал работу над ядерным оружием. И там, а там очень много расчетной работы было. Тогда компьютеров не было, тогда считали на калькуляторах. Я прошу прощения, это известный факт, вообще-то говоря. И вот эти калькуляторщики, это целый пятиэтажный дом сидит, да? Но это я знаю историю, вы уже все время рассказывали. Да, да, ну вот они две группы ошиблись одинаково, а третья решила правильно. А вот тут не было третьей группы. А какой-нибудь там, так сказать, китайский профессор какой-нибудь был бы там, ну, он бы по-другому решил, может быть. А тут не было китайского профессора. И индийского ученого не было, и британского не было. Были только вот советские, американские. А мы пытались устроить ядерную зиму? А? Если уж придираться. А мы пытались устраивать ядерную зиму? Ну, вы говорите, что есть теория, а есть экспериментальная ее проверка. Вот мы эту теорию, что не будет ядерной зимы, экспериментально проверяли. Теорию экспериментально? Ядерную зиму. Вы говорите, ну, вы говорите, что расчет это всего лишь расчет, и модель покажет то, что в нее заложат. И вы говорите, что там... Вы хотите извержение вулкана к этому делу как-то подшить? Нет, я просто привожу такой же аргумент, который вы приводите. Вы говорите, что мы модель в эмпирике не проверяли, поэтому мы не можем быть уверены, что модель верна. Сначала-то была та самая ошибка. Нет, я согласен с вами. Согласен, согласен. Ну, интересный результат был как раз там. Но всем школьникам вы рассказываете, что ядерной зимы точно не будет. А, вот так, да? Ну, понимаете, если кто-то скажет, что вот завтра Земля окажется спутником Юпитера или Сатурна и будет на небе зрелище, да? Я скажу, что нет, не окажется. Тут это противоречит небесной механике. А Родисов и Людинск, а вы проверяли? А вы проверяли? Нет, не проверяли. Это не эквивалентные тезисы. Начинается вечер и на небе появляется Сатурн. Клево. Это не эквивалентные тезисы. Когда мы говорим, что у нас в общем есть ну, вы говорите, какой-то сверх маловероятный вещь по каким-то очень хорошо известным вещам. это как бы маловероятный по очень хорошо известным вещам. А когда у нас есть просто а когда у нас есть две модели и мы вообще не знаем какая из них лучше какая хуже, а ваш примерно такой. Давайте, ладно, не будем делать вывод. Лучше на атом, на ядерную кнопку не нажимать. Вывод до сих пор такой вот действует. И у тех, у кого кнопка есть, они ее не нажимают. Есть такое мнение. Но был же Мао, который предлагал Никите Сергеевичу давайте все-таки устроим ядерный апокалипсис и на пепелище построим коммунизм. Да, был такой мнение. Хрущев очканул. Хрущев очковал, да, все время. Хотя теоретики его рассчитывали, говорит, без всякого ядерного апокалипсиса можем Европу завоевать. Ну, он решил, что слишком кроваво будет. Ну, это действительно было бы слишком кроваво. Никита Миротворец? Никита Чудотворец он. Это Леонид Златоуст, он был Миротворец. Он всякий договор заключал, помните, да? Леонид Златоуст. Нет, нет. А, вы Златоуст не думаете, Леонид? Нет, я только знаю, что вы что-то знакомое на слух, но не более того. Ну, Леонид Ильич Брежнев. А-а-а. Он же, его Златоуст, Леонид Златоуст, он все речи говорил, причмокивая так. Вот. А на самом деле, он вообще много всяких договоров заключал. При нем разрядка началась. Они с Никсоном подписывали кучу договоров всяких на эту тему. Ну, окей. В этом плане он молодец был. Ну, заодно и Златоуст. Ну, это шутка. А так можно называть миротворец, на самом деле. Это больше подойдет так. Без шуток. Ну, Никита, он действительно чудеса совершал. Взял и закончил эпоху вот эту сталинскую, отпустил заключенных. Это вообще как чудо можно воспринимать. Но дальше он увлекся, дальше кукуруза решил расти. Но не все чудеса получались у него. Ну, ладно, хоть климатологией не занялся. Да, с заключенными получилось чудо, а вот с кукурузой не вышло. Ну, зато заключенными вышло. Ну, окей. Все-таки отпустил. Все, теперь давайте я расскажу. Давайте, а я помолчу, послушаю. Итак, я просто скажу. Вы меня как бы в какой-то момент еще запутали немного. Ну, не сейчас имеется в виду, не сегодня, а вообще. А, вообще постарался. Да, поэтому, окей. В том числе для зрителей просто некоторые вещи повторю, чтобы не было рассогласования в терминологии, чтобы мы не спорили просто о терминах. Насколько я понял всего, что я знаю, термин глобальное потепление, это просто название некой теории. Как, например, большой взрыв, это название некой теории. И большой взрыв, это не о том, что был взрыв. Это просто название. То есть не надо из названия строить саму, как бы пытаться понять теорию. Надо теорию просто прочитать и изучить. Вот из того, что я прочел и послушал лекции климатологов, я так понял, что правильно физический смысл термина глобальное потепление, это то, что стремительный рост средней годовой температуры, который, по их мнению, аномалиен, и до этого в истории не наблюдался. Там, конечно, сразу можно задать кучу вопросов. А как вы сравниваете с прошлым? Тем не менее, суть теории такая, что есть аномальный рост, то есть есть такая производная роста температуры, которая аномально, она до этого не наблюдалась. И вот это название самой проблемы, в смысле явления. То есть глобальное потепление – это просто явление. Вот это рост температуры. Поэтому говорят, что глобального потепления нет, говорят, что мы неправильно замеряем. Докажите, что мы неправильно меряем. Но так получилось, что найдена проблема, аномальный рост, И есть просто корреляция с ТО2. Это тоже как бы есть. И дальше просто возникает вопрос, а не является ли это причиной. Опять-таки, я не климатолог, как я вам многократно говорил, я не считал, я это не умею считать. И я не знаю ответ на этот вопрос. Я не знаю, как климатологи приходят к такому выводу. Мой оригинальный тезис был только в том, что все, кто критикует глобальное потепление, они, во-первых, критикуют просто слово, это первый уровень невежества. Мы говорим, о, глобальное потепление. Это то же самое, что сказать большой взрыв, о, а где взрыв, покажите взрыв. Вот это первый уровень некачественной критики. Второй уровень начинается, когда люди говорят, о, а вот, например, я знаю, что в истории человечества были климатические циклы. Ну, раз они когда-то в истории были, ну, значит, и сейчас. Это просто очередное совпадение амплитуд климатических циклов. Ну, раз совпало, ну, я на глаз так решил для себя, значит, это так и есть. Я больше ничего объяснять, больше ничего рассчитывать не буду. Ну, вот я же знаю, как, например, антрополог, что существуют климатические циклы. Ну, это очередной климатический цикл, поэтому париться не будем. Да. Вот это тоже, как бы, антинаучный подход. Ты, как бы, должен посчитать. Вот. И самое главное, почему ты решил, что климатологи этого не сделали? То есть, ты просто взял у себя в голове и решил, что климатологи не считали, они о климатических циклах ничего не знают. Ты так решил, поэтому их теория по определению не верна. А может, просто пойти почитать и посмотреть, как они считают. Там маленькое вводное, можно я скажу пару слов. Там, когда климатологи говорят, они говорят о последних нескольких миллионах лет обычно. Вот климатологи говорят. Ну, вот мне это очень вопрос такой непонятный. Я понимаю, последние полмиллиона лет, полмиллиона лет последние, это вот льды Антарктиды и Гренландии. И в них, соответственно, есть пропорции между различными затопами кислорода. И в них, ну, там заморожен где-то углекислый газ растворенный, да. То есть, вот это вот, ну, полмиллиона лет, да, можно промерить. А где несколько миллионов, откуда берется? Таких льдов нет. Я просто не знаю, что за методики они использовали. Ну вот, надо посмотреть, надо посмотреть, и предметы горят. Я на другие какие-то методики, и вот, ну, я не знаю. Я просто другую еще статью в Троицком читал, но в виде PDF, ее, по-моему, Штерн когда-то у себя на Фейсбуке публиковал. Я ее не нашел. И там просто говорится, что они просто, ну, как бы, это хорошо изученный вопрос, такие циклы орбит Земли, как они меняются, и как это влияет на, собственно, изменение температуры, энергии, поступаемой на Землю. И они, я так понимаю, просто как-то это моделируют, а потом просто пытаются, чтобы проверить предсказательную силу своей модели, сопоставлять вот с этим, допустим, кернами. Если мы, например, показываем, что хотя бы на каком-то участке наша модель имеет хорошую предсказательную силу, мы хотя бы с большей вероятностью можем уже говорить, что она имеет предсказательную силу и на других участках. То есть дальше они это пролонгируют туда. Это чисто моя сейчас на скидку попытка объяснить, что они делают. Еще раз, я тоже, как и вы, не изучал. Я просто показываю, где есть как бы некорректное рассуждение. То есть первый уровень это от названий просто танцевать. Второй это от того, что типа я что-то знаю, и то, что я знаю, я уверен, что климатологи не знают, почему-то так люди решают. А раз они это не знают, значит, они считают неправильно. Ну, может, просто посмотреть, как они считают. Ну, понятно, понятно. Вот. И поэтому я просто эту идею высказал, что как бы все критикующие, которых я в интернете вижу, они отрицают от... Типа из принципа не читал, но осуждаю. Я говорю, ну, вы просто сходите. А почему я так решил? Потому что я посмотрел пару лекций климатологов, и я вижу, что контркритика не против оригинальных тезисов климатологов. То есть, как бы, если ты видишь, что контркритика чего-то абстрактного, а не конкретных слов климатологов, получается, что просто вы как бы не читали позицию климатологов. Вот. Поэтому я такой тезис высказал. Нет, то критикуют, собственно, не оригинальных климатологов, а критикуют те, кто их поднял на знамя этих климатологов. Под этим знаменем объявляют, что нужно сокращать потребление углеводородного сырья, переходить на возобновляемые источники. Да, они дороже, но это зато нам жизненно необходимо. Вот такие вещи. И вот такие вот. И я тоже вот не слышу в этих вот, значит, агитации за то, что вот есть, вот надо бороться с глобальным потеплением. Не слышу я того факта, что на самом деле вот на огромных просторах континента, да, в общем-то, любого, наверное, континента, Евразия, в честности, самый просто большой континент, погода и климата объясняются не столько солнечной инсоляцией, сколько перемещением воздушных и водных масс. Ну вот Европу греет Гольфстрим, к нам тут ветер приносит. Вот прошлый год вообще так хорошо дул, что северо, как это, как бы, сейчас, восточно-сибирский, западно-сибирский, простите, антициклон, он в Китае сдул. Вот так вот он поступил с ним. Ну, то есть, видите, ну, как меняется климат не от инсоляции, а того, что как-то ветер гуляет, вот. А что он так стал гулять? Ну, может быть, и от инсоляции, может быть. Опять, гипотетический контраргумент, который есть просто в статье того же ЗАО, да, они говорят, мы, да, действительно, моделировать такие сложные вещи пока не умеем, это факт, но мы эмпирически просто знаем, просто эмпирически сопоставляя предыдущие температуры, мы можем просто оценить степень влияния и четко определить диапазон влияния океана на это. Таким образом, мы можем рассмотреть, как бы, худший, например, вариант, то есть, собственно, худший вариант рассматриваем, и все равно оно не... Они смотрят влияние океана и всего прочего на те температурные, ну, скажем так, датчики, которые у них были, а их температурные датчики, это соотношение изотопов кислорода во льдах, ледников, да, ну, то есть, это очень локальные такие датчики, они говорят о температуре поверхности океана... Я не пытаюсь, я не пытаюсь... Мы в рамках текущей... А вот такой климат там в Дебре, в Сибири, это вообще, говорят, так очень исторически трудно установить, обычно... А вот там вот хорошие, там, Монголии, там, вот, и побежали они всех завоевывать. Короче, я в рамках текущего дискурса не пытаюсь дать ответ на вопрос, является ли антропогенный фактор решающим в глобальном потеплении. Я вам сказал, как бы, это надо просто посмотреть, как люди считают, и исходя из этого, там, говорят, типа, вы плохо считаете, или все-таки правильно считаете. Мы сейчас этого не сделаем. Меня, как бы, спич не об этом. Я просто вам бросил такой текст, что надо критиковать, прочтя теорию. Я вам прислал свою лишь одну единственную статью. Она не может быть никак исчерпывающей, она, тем более, научпоп, она не может быть всеобъемлющей. Но даже в этой статье вы умудрились критиковать не позицию автора статьи, а то, что вот вам вдруг пришло в голову. А я критиковал первое положение, которое попалось. Да. Это тактика допроса называется. Это я понимаю, но вы… Как он шел вечером с работы, никого не трогал. И у него… А ты где колбасу-то взял в это время? А, и тут он попадается, понимаете? Нас это просто учили. Это все правильно. Вот если бы вы сказали бы… Где колбасу-то? Если бы вы сказали бы, на каком основании вы используете равновесную температуру, это был бы хороший вопрос. И на него можно пойти искать ответ. Но вы не так сказали. Вы сказали, что чувак, ты неправильно получаешь минус 18. Да? Но он же не считал… Он же не сказал, что минус 18 – это температура поверхности тела под солнцем. Он сказал, что это просто равновесная температура. И равновесную температуру он правильно посчитал. Другое дело, может… Резонный вопрос спросить. А почему вообще оперируете равновесной температурой? Может, это у нас какая-то причина? Я злой следователь. Я злой следователь. Нет, вы инстенуатор. Про вас Кононехин правильно сказал. Вы грязный манипулятор. Грязный манипулятор, согласен. Но это не Кононехин сказал, это один из его последователей. Когда я там что-то там посчитал, все-таки, он как бы грязный манипулятор. С обидой он так вот написал. Поэтому я просто пока… Вот я как бы сторонний наблюдатель. Я просто там обычный обыватель, который должен на себя ответить на вопрос. Согласен я с политикой, как бы какой-то там партии или какой-то политика, которая идет на выборы и говорит, я буду топить за то или не за это. Я, при этом, я буду продвигать идею там глобального потепления, сокращения эмиссии ЦОР. Нужно ли утеплять окна в квартире, где вы живете, или не нужно, да? А самое главное то, что он хочет, чтобы я за это заплатил дополнительный налог, например. То есть вопрос возникает, когда возникают проблемы денег. И мне, как обывателю, нужно принять решение, правильно? Вот я же не могу потратить там 20 лет как климатолог, изучая вопрос, чтобы как бы в голове у меня все сложилось. Я делаю просто медленное исключение. Как, знаете, у меня отец учил в детстве. У меня отец говорил, радист, ты всего знать не можешь. Как оказалось, что я вообще многого не знаю, не просто всего. Но он мне сказал, радист, ты должен знать достаточно, чтобы тебя нельзя было ввести в заблуждение. Чтобы тебя нельзя было обмануть. Поэтому в такой ситуации ты исходишь из принципа, а кто говорит заведомо какую-то чушь. И вот я просто слушаю критикующих. Я просто предполагаю, что вот есть научное сообщество. Причем давайте как бы вкратце скажем о научном методе. Там отличная версия от Хмелинского. Вот у нас есть, всем известен факт, что люди некоторые врут. Значит ли это, что все врут? Нет. Окей. У нас есть довольно-таки, хорошо, ну так сказать, условно, были ряд исследований, которые показали, что есть кризис воспроизводимости. 80% научных статей, да будь хоть в физике, неважно где, они не воспроизводятся. Значит ли это, что... Не то, что они невоспроизводимы, они не воспроизводятся просто, потому что как-то ни у кого не возникла такой потребности их воспроизводить. Интерпретация – это другое дело. А, ну я понял, что вы имеете в виду. Окей. Не, ну просто там что-то измерил, там плотность чего-нибудь. Ну молодец, измерил, запишем, будем пользоваться. Это, помните, история была со шпинатом. Была просто опечатка, что в шпинате много железа. И вот ее везде повторяли, ешьте шпинат, ешьте шпинат. А потом нашли, в конце концов, а что это в нем так много железа стоит. Пошли, 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 пошли. И нашли опечатку где-то там, ну давность, там 100 лет или 80 лет. Была, была. Окей, дайте мне мысль закончить, пожалуйста. Смотрите, есть проблемы кризис воспроизводимости. Да, часть работ, окей, из этих 80%, условных 80% само собой. Там мы не знаем, какие почему не воспроизводятся. Это значит ли, что остальные 20% научных статей плохие? Нет. Есть еще более того, есть выпивающие случаи, например, как в случае с восстником, да, когда человек просто систематически, практически всю свою научную карьеру просто выдумывал результаты экспериментов. Как это выяснилось? Он одного, своему студенту сказал, типа, опубликуй такую работу. А он сказал, это бред, я ее публиковать не буду. Он его, само собой, там, выкинул из его аспирантуры. А он пошел в интернетах, написал. Я объяснил, почему. Вот, типа, вот какой-то бред мне предлагают публиковать. Ну, по какой части занимался этот ученый, возник-то этот? То ли психология, то ли социология. Я, честно, не помню. Нет, подождите, сейчас про... Нет, ну, такая проблема физики существует. Но мы, как бы, сейчас деталь... Физики существуют, да. Ну, это психология такая очень оценочная наука такая. Это, как бы, да, ну, давайте, как бы, сейчас, опять, не скатываться в софистику. Так вот, фишка в том, что он не просто публиковал работы. По его работам, в том числе, принимались решения на уровне государства. Например, по его какой-то исследованием решили, что в школах надо бесплатно всем яблоки раздавать. Ну, это так, пример. Так вот, после того, как начали проверять работу, на которую, пожалуй, на ту работу, на которую, пожалуй, раздавался студент, когда стали проверять, выяснилось, что она действительно бред собачий, да. Это, кстати, о регалиях, да, то, что надо все-таки проверять работы, а не оперировать регалиями, да. А потом, когда другие люди стали проверять все его остальные работы, выяснилось, что у него практически все работы это просто бред сивой кобылы, да. И не то, что это, как бы, проблема столько таких вот плохо верифицируемых областей, как психология. Это, как бы, на самом деле, и физики, и это, как бы, если кто-то хоть раз в жизни имел дело с академической средой и какой-то защите был, хоть какой-то кандидатской, да, количество там написанного, там, в лучшем случае, это очень слабые работы, в худшем случае, там, в том числе, есть бредовые работы. Вот, поэтому, как бы, и поэтому, то, что у нас есть 80% очень низкокачественных научных работ, не значит, что у нас вся наука неверна, как пытаются некоторые сказать. У нас есть, как бы, остальные 20, и из остальных 20, дай бог, еще 5 хорошие, а из этих 5, 1%, возможно, есть наука, да. И вопрос в том, чтобы, как бы, уметь отчленять, как бы, мух от котлет. А делать выбор, что, типа, у нас, о, 80, кризис воспроизводимости по этому науке не существует, но у нас, извините, ракеты летают, вот этот телефон, чтобы сделать, вот этот, чтобы телефон сделать, надо абсолютно использовать все передовые научные технологии, начинают общие теории относительности, там, квантовой физикой, то есть, без этого не построить, но вот он работает почему-то, да, это к тому, что работает ли наука, она работает, иначе у нас бы каждый год процессоры по новым техпроцессам не делали, а их делают, а чтобы сделать, их нельзя на коленке рассчитать, это, как бы, очень огромная, кропотливая, правлотворная работа. Поэтому, как бы, вот эта позиция, что, а, почему я это спич завел, я чуть не забыл, вот есть климатологи, да, и мне пытаются сказать, что, типа, какой-то клуб сам себе, да, он прямо все время говорит, что климатологи, например, не хотят давать интервью, что, как бы, неправда, это просто неправда. Нет, вот это вот не хотят давать вирусологи обычное интервью, мне, по крайней мере. Но вы и про климатологов тоже самое говорили, на самом деле. А это когда? Это кто, например, кого? Это я что-то вот такого вот я не помню, чтобы я так говорил. Но у вас есть любимая категория... А, я сейчас вспомню. Я, когда пытаюсь развести на разговор о глобальном потеплении, они говорят, только не это. Это очень грязная тема, мы не хотим... Да, вот вы так говорите, но тем не менее, они... Нет, они дают интервью, они разговаривают о том, о чем хотят, и тогда и про протепление проговариваются, но... Нет, нет, есть целенаправленно люди говорят именно про глобальное потепление. Как минимум на проекте «Ученые против мифов» я сейчас не говорю о качестве этого проекта, это другой вопрос. Да, это вкусный... Ну, вы... Этот проект, который... Это движуха, которую создал Дробышевский и его товарищ Александр Соколов. Не тот, который убийца, а другой, но неважно. Вот. Мы сейчас не говорим про персонали, не говорим про качество движухи, мы просто говорим, что вот как минимум туда три раза приходили. Да, то есть говорят о том, что люди публично не выступают, это как бы, ну... То есть, чему я все говорю? Публично не выступают с критикой глобального потепления. Вот с критикой публично боятся выступать. Это очень грязная тема, не хотим. Мы про это, окей, если хотите, поговорим. Дайте мне просто мысль закончить. Вот. В том смысле, что нет никакого закрытого клуба климатологов, которые от мира скрываются, что-то там у себя втихаря делают, да? Вот здесь, как вы сказали, ученые, которые честно работают. И по какой-то причине эти ученые, по какой-то причине, мы их работы не читали, пришли к какому-то консенсусу, который заключается в том, что есть аномальный... Еще раз, это не о том, что есть антропогенный фактор, это о том, что есть просто аномальный рост среднегодовой температуры. Это даже если нет никакого антропогенного фактора. Само по себе рост среднегодовой температуры, если он так продолжится, это вообще будет экологическая катастрофа, потому что у нас есть на Земле 7 миллиардов человек, она как-то рассчитана на определенную урожайность. Если у нас еще там на пару градусов поднимется среднегодовая температура, как говорится, живые позавидуют мертвым. То будут, нет, то будет смещаться вот эти самые, ну, климатические зоны, биоцинозы будут вымирать. Но вдруг у вас в каком-то регионе начнется просто массовый голод, и эти люди миллионами будут стоять у вас на границе. И у вас на границе будут стоять миллионами просто люди, которые... Это проблема-то не природы, по большому счету, а проблема человечества, потому что главным сейчас потребителем биомассы оказалось человечество. Вот тут как-то посчитали, что, говорит, большая часть биомассы так или иначе подконтрольна человеку. Это либо ее сельскохозяйственные растения, либо сельскохозяйственные животные. Они в каких-то огромных количествах, все эти большие, толстые. Окей. Я еще мысль не договорил, если начнется, то это будет очень болезненно. Но это как бы одна только из возможностей. Пока мы говорим про то, что климатологи говорят, что все-таки они предполагают все-таки, что есть антропогенные влияния. И вот у меня возникает вопрос, верить им или не верить? Потому что я 20 лет изучать этот вопрос тоже не могу. В принципе, чтобы разобраться в чем-то, 20 лет не надо. 20 лет нужно, чтобы научный вклад носить, а чтобы понять, как бы, на самом деле, столько лет не надо. Вот. Но, чтобы понять, я как бы иду куда? Я как бы иду в интернет и просто пытаюсь... Ну, Трамп ваш не верил. Трамп ваш не верил. Ну, он и в ковид не верил, да, потом ковидом заразился. Поэтому это как бы аргумент очень слабый. Вот. То есть в ковид он, в конце концов, поверил. И прививка при нем началась. А вот глобальное потепление возобновилось после того, как его от власти не выбрали его. Нет, я просто вам приказал пример, что этому человеку очень свойственно врать. Причем врать на таких вещах, которые очень легко проверяются. То есть когда президент страны, понимаете, это... Я там не буду говорить про другие вещи, да? Потому что я плохо знаю историю... И про других президентов не будете говорить, да? Других стран. Нет. Еще раз. Нет, я не отрицаю, что люди врут. И в том числе, что политикам вообще свойственно врать. Я не про это. Это вы просто начали апеллировать сразу заведомо ненадежному источнику. Я не понимаю, зачем мы вопросы к климатологии обсуждаем на уровне мнений президента страны, которому вообще характерно говорить в том числе очень странные вещи. Вот. Я только в этом смысле... Ну, вот в свое время президент Кеннеди сказал, что до конца десятилетия, значит, Америка доставит на Луну и вернет обратно на Землю, так сказать, людей. Про Кеннеди нету статьи... Про Кеннеди нету в Википедии статьи, которая называется «Список ситуаций, когда человек врал». Вот про Трампа есть отдельная статья. Это как бы про соотношение, как человек часто врет и не врет. Ну, любой президент всегда врет когда-нибудь. Тем более политик. Ну, было такое дело у него. Окей. И стал, что человек один рассказал правду, не знаешь, что следующий рассказал скажет неправду. Окей. Зачем как бы опять... Как бы приводите аргумент, который не пользует... Да, я с вами согласен. Вот. А у меня спичит такой только... Вот есть как бы климатологи, как бы предполагать, что они какие-то вруныши, какой-то закрытый клуб, у нас оснований нет. Ну, они говорят, что есть такая проблема. А теперь у меня возникает вопрос. А как бы на чью сторону мне стать? На критикующих или на климатологов? И мне нужны убедительные аргументы. Почему в этот раз вдруг наука настолько завралась? Как бы экстраординарное утверждение требует экстраординарных доказательств. Почему в среднем... Наука работает, да? Вот почему в среднем вот этот телефон работает? Как я уже сказал, что вот этот телефон сделать, это как бы на коленках, как говорит Рыбникова, да? Просто там, знаете, как кулибинством, да? Его не сделаешь. Вот чтобы телефон работал, это реально нужно соединить очень-очень разные научные области, и они все очень сложные. Там квантовая физика, общая теория относительности, и все это собрать в одно устройство. Это требует абсолютно такой синхронизации научного знания. И почему вдруг какая-то аномалия, вот почему вдруг только климатологи начали заниматься инсинуациями, вот как бы, почему это вдруг произошло? Это требует объяснений тогда. Они не занимаются инсинуациями. Я еще раз говорю, я просмотрел из списка их работ, они там честно что-то изучают. Но вы конкретно, вы конкретно, вы конкретно модели, которые объясняют, почему они вдруг пришли к выводу, что есть антропогенный фактор, все-таки не изучали, вы его не читали. Вот у них там их и нет в списке работы. У них нет. Ну, то есть я не буду искать, я то есть я не буду искать ответа, а раз я не буду искать ответа, значит этого не существует. ну в этой организации вот нет у них этих работ, они этим не занимаются. Я вам статью скинул только как некая начальная точка. Это популярная статья, да. Да, я просто нашел научно-популярную статью в журнале, который в том числе там с автором. Ну вы знаете, у нас было, я просто человек-то немножко из другой эпохи, и у нас было очень много таких вот научных статей, в которых говорилось про то, что победа коммунизма неизбежна. Что это вообще вся логика развития такая. Но потом это оказалось в общем очень сильно неправильно. Я не скидывал вам эту статью как доказательство какой-то позиции. Я просто хотел вас побудить, чтобы вы наконец-то начали критиковать позицию от знания, а не от незнания. Вот как до этого. Это всего лишь начальная точка. Я мог вам скинуть ссылку на Википедию, как начальную точку. А дальше вы должны сказать, окей, дайте-ка я пойду по ссылкам и начну читать сами научные статьи. Хотя бы мета-анализы научных статей. Чтобы какую-то картину... Вот я читал статьи по научному коммунизму, и там все было очень складно, мы все были уверены в этом. Нет, то, что вы их... Нет, 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 нет. Много людей, которые в этом были заинтересованы. Это называлось партийно-хозяйственная номенклатура. Вот. Вот она была в этом заинтересована. А тут сейчас есть такая вот очень замечательная вещь, экономика западноевропейская. Она очень заинтересована в том, чтобы производить, скажем так, оборудование для вот этого самого использования возобновляемых источников энергии. О, теории заговора пошли. Да нет, это не... Ну, а что бы про коммунизм... Смотрите, смотрите, вы как бы опять... Подождите, вот такая толстая книжка. Дайте мне вести унести уточнение. Я не говорю, что когда вы прочтете эти статьи, вы скажете, о, вы чуваки правы, я с вами согласен. Но это будет предметный критик, вы скажете, у вас в такой-то позиции, вашей теории, вы как раз непонятно на основании чего, делайте такие-то допущения, делайте такие-то вычисления. И я с этим... Надо сказать, что мы со статьями по научному коммунизму критически очень были настроены, но не согласились... Были ли... Были ли... Были ли... Статей о научном коммунизме модели с предсказательной силой? Давайте я перефразирую вопрос или нет? Конечно. А, ну... В 80-м году коммунизм должен был быть? Конечно. Не-не-не-не-нет. И... Не-не-не-нет. Капитализм разлагался. Вы что? Не-не-не-нет. Прогноз – это не предсказательная сила. Предсказательная сила – это когда вы делаете прогноз, прогноз, а потом в эксперименте проверяете результат. Если результат совпадает с прогнозом, это значит, что у вашей теории есть предсказательная сила. Вот... То есть, был научный эксперимент, который сказал, что в 80-м году будет коммунизм. Он не случился. В 80-м году повелели мельские игры в Москве. То есть, то есть, наша научная... Как при коммунизме. Я, правда, не был. То есть, получается, что по научной теории мы получили отрицательный результат. Значит, в этой модели нет предсказательной силы. Все, мы эту теорию, что коммунизм будет в 80-м году, эту теорию, ставим на полку как отрицательным результатом. Все. Эксперимент закончился. Подождите, подождите. Коммунизм, это было вечно живое, развивающееся учение. Они тут же вас корректировали. Нет, стойте. Вы сейчас меня хотите подвести к тому, что науки не существует или что? Я не понял. Но не все науки одинаково полезны. Нет, Все йогурты одинаково полезны. Это надпись на могиле где-то у кого-то. Смотрите, вкратце там. Понимаешь, это не всеобъемлющее описание, но у вас есть наблюдение. Что такое научный метод? У вас есть наблюдение, после наблюдения вы делаете статистическую вероятность на обработку собранных данных в наблюдениях, чтобы исключить статистические ошибки и прочее. Потом вы построите гипотезу и проверяете предсказательную силу этой гипотезы в эксперименте. Как это делается? Вы говорите, что моя гипотеза говорит, что если сделать такой-то круг действий, результат будет вот такой. Потом вы ставите эксперимент, если совпадает и так многократно делаете, то вы борется какой-то... Да как же я уменьшу количество углекислого газа? в атмосфере для эксперимента-то? Вот уберу я его в два раза, а как? Посмотрите... Вот смотрите, я на ваш вопрос ответ не знаю. Я вам предлагаю. Я вам говорю, вот вы пойдите, почитайте, как... Вот я вам и говорю, вы сейчас говорите, я не читал и не знаю, что... А может, такой способ есть? А может, такой способ есть? Я этого не знаю. Игорь, ну раз я не знаю, значит, все. Они все врут. А можно пойти, почитать... убрать весь... И может... И может... Не уберут никак. Взяли бы, убрали. Убрали что? Убрали CO2? Да, из атмосферы. Вот показали бы, что все хорошо. Нет, стойте, то, что вы можете... Нет, стойте. Ну, над одной какой-нибудь там территории. У них может быть какая-то... Окей, я понял. То есть вы говорите, что принципиально мы такой эксперимент не можем... Окей, по-другому скажу. То есть вы говорите, что мы принципиально не можем поставить, построить модель, точнее модель, которую хоть каким-то способом экспериментально откалибруем. И по всей видимости, мы экспериментально не можем получить, наверное, скажем, кварковую звезду. Потому что если мы ее получим, она будет автоматически еще и черной дырой. Мы ее просто изучать не сможем. Вот нейтронные звезды есть, да, это все нормально. А вот кварковая звезда, наверное, это уже будет черная дыра. Оттуда мы просто ничего не узнаем, как там в ней, чего там в ней. Ну, опять говорите, скорее всего, то есть в итоге смотреть, как они это делают, вы не будете. То есть вы скажете, вот скорее всего, это мы не можем сделать. Чего? Ну, кварковую звезду? Нет, про климатологов. Нет, ну, пускай делают, будем смотреть, как они будут убирать. Это такая задача сейчас провозглашена. Уменьшить количество углекислого газа в атмосфере. Ну, давайте. Все возрастающие потребности удовлетворять вот можно. Кстати, это два разных вопроса. Смотрите, это два разных вопроса. Берем пример с ковидом. Есть отдельный вопрос. Если ковид является ли он проблемой, это один вопрос. А другой вопрос, какие экономические, точнее так, какие должны мы обосновывали локдаун с точки зрения экономической целесообразности. Это другой вопрос. То, что у вас, например, может быть ошибка по вопросу локдауна, это не говоря, что есть ошибка по ковиду. Понимаете? я согласен. Ну, вот. Поэтому тот пример, который вы стали приводить, он как бы такой же, как бы, локдаун он денег стоит. Вот у вас они в Америке есть, а у нас вот нет. Поэтому то, что какие-то, а вот вспомнила, просто забыл про ваш стейк. Таким образом, то, что какие-то политики вдруг решили целенаправленно сокращать CO2, да, это не отменяет того, что есть какая-то научная теория, которая может и права. Понимаете? Это как бы два разных вопроса. А вы говорите там, как бы, вот девочка выступила в ООН, и это, типа, это очень плохой аргумент. И раз это очень плохой аргумент, девочка, почему? Это вот как? Нет, стойте, ну, вы опять приписываете мне слова, которые я не говорил. Я не сказал, что это плохая девочка. Я сказал, вот девочка выступила в ООН, и это плохой аргумент, я сказал, в пользу теории. И вы говорите, раз это плохой аргумент, в пользу теории, значит, вся теория не верна. Ну, так не... Я про девочку ничего не ссылался, просто это она. Если так внутренне, я ее сравниваю, вот скажем, с организаторами детства. Нет, вы в критике статьи Изао придрались к его фразе, что он упомянул просто девочку Грету Тунберг. Хотя он просто ее там для красного словца вставил, вот и все. А вы на этом как бы построили теорию, что если человек апеллирует к этому, значит вся его теория неверна. Это аргумент, на самом деле Грету Тунберг сейчас мощный аргумент. И поэтому такие инфинуации они не принимаются. Вообще как Павлик Морозов был в свое время у нас, так и Грету Тунберг сейчас. Вот, поэтому мой призыв как бы аргументировать от знания, а не от незнания. Когда общество кричит, типа еще недостаточно умерла от ковида, чтобы принимать меры по локдауну, это плохой аргумент. Потому что, как вы сами говорили, у вас там рост экспоненциальный, у вас сегодня умерло мало, а завтра умерло так много, что уже как бы чуваки. Поэтому аргументы типа вот таких, которые сейчас в обществе используются против климатологов, они как бы ниже Плинтуса. Надо как бы читайте, изучайте и критикуйте от знания, а не от незнания. А вот, у меня только в этом позиция. И пока как бы я не вижу хороших доводов, что типа, а почему вдруг вот этот, как бы, почему вдруг климатологи такие плохие учеными оказались, которые даже не понимают, что... Ну, по генном факторе, просто типа, гадай на кофейной гуще. А может, они все-таки не на кофейной гуще гадают, то есть, может, все-таки надо пойти почитать, как они это высчитывают. У меня только призыв только в этом заключается. Вот это как бы научный дискурс, когда человек аргументирует по конкретным позициям, а не так, что, знаете, вот они в ООН уже девочку притащили, значит, как бы они совсем заврались. Ну, вы знаете, вот у нас в советское время критиковали, когда диссидентов говорили, диссидент может иметь и пятерку по научному коммунизму, и всегда они имели пятерки. И вот этот вот настоящий противник теории глобального потепления, он как раз в ней будет очень хорошо разбираться, в отличие от меня. Я не настоящий диссидент, я не настоящий противник глобального потепления, я так, что-нибудь такое. Нет, мы еще раз, смотрите, есть разница. Вот, допустим, чтобы придумать общую теорию относительности, нужно быть большой головой типа Альберта Эйнштейна, да? Но теперь, чтобы ее просто понять, просто понять, достаточно быть школьником старших классов. Вот ее уже школьникам старших классов объясняют. Поэтому все-таки есть разница между... Окей, давайте оставим-то специальной теории относительности. На специальной, да, можно, да. Ну вот окей. Ну да, чтобы ее сформулировать, там нужно были быть большой головой типа Эйнштейна и плеяда ученых начала 20 века, а теперь ее школьникам объясняют в школе. Поэтому, чтобы что-то даже очень сложно понять, не нужно потратить там 20 лет. Вечи самоочевидные, в общем, фактически, да. Но какие-то вещи все равно надо... Но какое-то время надо потратить. Вечи совершенно самоочевидные, это, в общем-то, как это раньше, не догадались. Нет, ну раньше не догадались, потому что не было уравнений Максвелла. Какая скорость фотона, Борис Сергеевич, колитесь? Какая скорость фотона? Она 0, 0, как вы смеете, говорит, что она не 0. Ну это Рыбников, да, ну это гений, это нам его не понять. Хороший дядька, дядька хороший. Непонятным на вчерашнего, тает он как ночи. Да, он молодец, он молодец. Ну ладно, поболтали, за здравие. Таких, как он, один или два в Европе. А, кстати, если уж про Рыбникова Великого, вспомнили Юрия Степановича. Юрия Степановича, царство небесное. Да, царство небесное. Так, кто же нас сотворил? Нет, он ничего не сотворил. Я как бы, лично мое мнение, что он просто очень такой умный тролль. Но мое личное мнение. Мое тоже, да. Это искусство, какое искусство. Нет, есть такие искренне заблуждающиеся, наверное, типа Фоменко. Тут я не могу проверить. Но в случае с Рыбником, по-моему, это такой просто очень грабный тролль. Да, да, да. А в чем его троллинг? В чем вообще прелесть конспирологических теорий? Зачастую люди верят в науку. То есть многие просто говорят, я в книге прочел, я вот просто у людей хорошей памяти, они запомнили себе формулу, они все знают, они могут все посчитать, но они вообще не понимают при науке, научный метод. А вот эти конспирологические теории, в том числе эти теории Рыбникова, они просто заставляют человека задуматься, а почему все-таки в этом учебнике было написано так, а почему эта формула такая, а почему как бы законы природы работают так. Кому это выгодно, да? Нет, просто можно же придумать чисто на логическом уровне другую теорию, которая с реальностью отношения не имеет, но она логически не противоречивая. И людям кажется, вот она логически не противоречивая, а значит она правильная, но это не так. Все-таки физика, она опирается на эмпирический базис. И как раз вот сопоставление хорошей фейковой теории с настоящей хорошей теорией, она показывает, где разница появляется. А разница появляется в том, что настоящая теория, она привязана к эмпирическим данным. И, собственно, это и есть базис, из которой вы строите уже логические выкладки. Да, вот у меня тоже искушение есть такое, вот уйти вот в такие вот разоблачители теорий. Например, я видел видео одного товарища, он, значит, по поводу... Вы смогли бы придумать свой священный граиль? У вас там какой-нибудь типа фотон, это нулевая скорость. Нет, у него, значит, была идея, что Земля плоская. И вот посмотрите, говорит, видео из Австралии. Это все, говорит, фейк. Это все, посмотрите, как движутся машины. Они все едут с одной скоростью по дороге. Такого не может быть. Это, говорит, просто... Ну, как это называется-то? Как это в Голливуде-то делает называется-то? Спецэффекты, спецэффекты, да. CGI. Во-во, во-во. Спецэффекты все. Это все компьютерная графика. Во, это компьютерная графика, ничего нет. А другой товарищ, у него вообще замечательно, там 200 тысяч у него подписчиков, 300 тысяч. Он, значит, рассказывает про то, что вообще это все, что нам показывают из космоса, эти картинки, это все вот тут компьютерная графика, потому что эти планеты не видно даже, потому что они так мало света получают от Солнца. Они же далеко. До них свет не доходит. Вот. И их не видно. Ну, это, кстати, в расчете на тех, кто никогда не фотографировал на обычную пленку. Когда мы на пленку снимали, у нас очень важно было экспозицию правильную сделать. Ну, и мы знали, что там в тысячу раз менять экспозицию очень даже можно, когда у нас освещенность плохая, все это. Все, что хочешь, можно снять хорошей выдержкой и с хорошей пленкой. Вот. Ну, вот такие вот фокусы были там, да. И вот надо вот, он работает вот. И поменять такое ощущение, что это просто наспорь. Давай я так это обманул, свожу на прогулку вокруг пальца, да, докажу, что черное это белое, белое это черное, и потом еще раз наоборот. Все, зависит от определения. Вот, видите как, да? Вот. Ну, это очень, очень это, так это, как сказать-то, очень хочется так сделать. Вот помню, был такой фильм... На самом деле, как раз таки нет, не все зависит от определения. Все-таки надо соотносить нашу логическо-лингистические способности и способность построения формальных систем с тем, что у нас есть просто наблюдаемые факты. Вот. Это как был такой документальный, научно-популярный фильм, давнишний, давнишний. Там, значит, тоже психологический опыт ставят. И вот, значит, два человека сидят, они подставные, и мальчишка какой-то, ну, молодой человек. И стоят две пирамидки, одна черная, другая белая. Какого цвета пирамидки? Ну, значит, мужчина, говорит, уверенно, обе белые. Рядом женщина сидит взрослая, говорит, обе белые. И парень этот, говорит, обе белые. А почему ты сказал обе белые-то? Говорит, ну, почему ты так? Я не знаю, я думал, может, какой парадокс логический, да, мне не знаю чего. Ну, так и обманули его, видите как. Это же интересно, обмануть человека просто. А это эффект квали. А? А это эффект квали, который я вам объяснял. Я когда, кстати, лекции читаю, тоже иногда, вот какую-нибудь задачу решаю. На, ну вот это вот, бросание, так сказать, двух костей, да. С какими вариантами там может выпасть, там, например, два очка. Это одним вариантом. Обе кости по единичке, да. Потом, значит, два очка. Там сколько вариантов больше, там увеличивается количество вариантов, и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, в какой-то момент, значит, они начинают говорить, что там 12 очков выпадет каким-то огромным количеством вариантов. Вот давайте я сейчас один вариант назову, а вы остальные 12, да. 6,6, ну давайте еще, ну как это вот. 25? 6,6, чтобы 12 было, да. Они там начинают там 7,5, например. Начинают. Ну вот обманул, мне нравится. Вот я сводил на прогулку вокруг пальца это называют. Ну, шутки такие, да. Ну, есть поэтому, ну, есть же поэтому как бы понятие, ну, искажение того, как работает наш мозг. Их надо как бы уметь вычленять. Это такой хороший пример. Есть такой хороший пример, когда, допустим, у вас, ну, люди путают, опять-таки, про как работает наука, да. Есть такой способ фальсификации научного вывода. Это, например, мы ставим эксперимент и замеряем, например, тысячи показателей. Чем больше мы показателей замерим, тем больше у нас вероятность, что просто какие-то показатели скоррелируют. А потом мы просто эти два графика берем, которые скоррелируют, и говорим, вот видите, тут зависимость. А на самом деле это просто фальсификация. Это так, например, делают те, кто отрицает. Вот так. Поэтому правильный эксперимент, правильный эксперимент, он не строится на том, что вы найдете какие-то корреляции. Вы должны сказать, что, допустим, вот точно будет такой результат, например, как лекарство тестируется сейчас. Ты не можешь просто сказать, что провести эксперимент и задним числом объяснить. Ты должен сказать, что вот результат будет вот конкретно такой. И если такой результат не был, значит, твое, собственно, лекарство и не работает. Вот. Это как бы важно. Поэтому, когда, например, Хмелинский, он там оперировал графиками и говорят, что там вот что-то с чем-то коррелирует. Но это просто такая инсинуация на ровном месте. Резда манипуляция, да? Нет, ну там первый график, это где он, например, просто привел средний по месяцам. Я там просто в комментариях к этому видео написал. Это же просто бессмысленный график, потому что он только показывает периодическую составляющую кривой. А зависимость CO2 от температуры, она не является периодической составляющей. Она является просто вот у вас там с 59 года какая-то растет. И эта зависимость не нанесет себе периодический характер. А в этом графике по месяцам усредненные вы увидите только периодическую составляющую, обусловленную периодическими процессами в рамках года. Поэтому к чему этот график непонятный? Как он там усреднил его, я что-то не очень понял. Нет, он просто взял, например, у вас есть самеры по годам с 59-го года по, допустим, сегодняшний день. Он просто берет... Прирост температуры по месяцам и прирост углекислого газа по месяцам. У него измерения углекислого газа где-то в Нагавайях кто-то делает. Есть там многолетний цикл. Очень подробно. Вот такой зубчики, ну понятно, в течение года он меняет. Ну да, то есть у вас... Прирастает, прирастает. Но вам вот это усреднение позволяет только анализировать явление в зубчиках, а не сам тренд. Потому что тренд-то не является периодическим. Нет, ну зубчики, зубчики. А он поговорит, что вот за месяц какой-нибудь приростла температура, да? Вот она, скажем, в мае приросла, а в июне уже прирост количество углекислого газа. Диск сначала было вот это. Но мне это очень тяжело воспринять. Я думаю, что мало кто, в том числе и я, не воспринимаем мы это дело. А вот я уловил обман. Ну и не воспринимаем, как это может быть, да? Нам это кажется непонятным. Нет, нет, еще раз, может я что-то путаю. Я вот с работником области математики это обсуждал, может я путаю, да? Но еще раз, если у вас есть какой-то сигнал, и в нем есть просто, допустим, какой-то тренд, да? Рост, например, экспоненциальный рост. А по какой-то причине еще на этот экспоненциальный закон наложился какой-то, например, синусоидальный закон, да? То есть у вас есть как бы экспоненциальная составляющая, есть синусоидальная составляющая. Синусоидальная, она периодически является. Если вы усредните по периодам, просто за все периоды усредненную величину возьмете, вы сможете анализировать только свойства вот этого периодической составляющей. А с чего вы... А он и анализирует, у него есть периодически меняющаяся концентрация, периодически меняющаяся температура, она тоже у него периодически меняющаяся. И в периодической составляющей вполне даже может быть, что в периодической составляющей как раз таки наоборот. СО2 зависит от температуры, но это не значит, что в непериодической составляющей температура зависит от СО2. Он про это говорит, что вот там в периодической вот так. А периодическая составляющая это уже не глобальное потепление, это уже какое-то периодическое явление. Да, наконец мы его поняли, что он на самом деле сказал что он сказал а вот что он на самом деле сказал а так он просто не занимается инсуницией просто берет корреляции какие-то бессмысленные и горит мать есть корреляция значит есть такое-то явление а так не работает давайте слова инсуации не будем употреблять ну ладно мы не будем доскать манипуляции я все-таки грязный манипулятор это сказать на мне уже печать не ставить уж инсуатор не надо говорить манипулятор ноги окей хорошо я извиняюсь да не ну пускай он тоже он тоже манипулятор тоже грязные пожалуйста я просто тому что просто по принципу что давайте сделаем 1000 замеров и среди какие-то просто найдем корреляция это ничего не объясняет вам нужно построить именно некую модель сказать что по ней потом по этой модели предсказатель некий результат поставить эксперимент есть эксперимент совпадать предсказанным результатом тогда у вас есть какая-то теория с предсказательной силы и вот тогда можно говорить что у вас есть какая-то инструмент а до этого ok нашли вы корреляции что дальше к реляться везде есть это вообще нормально и а еще бы статистические ошибки Например, есть такой тоже прикольный, раздутый в интернете случай, есть такая штука, называется «Закон Дэнни Крюге». О том, что типа, и там есть две кривые. Это как люди, например, сдают тест и получают оценку за этот тест. А есть, ну перед тем, как сказать студентам, какая у них результат по тестам, им говорят, а как вы сами себя оценили. И там получается, что студенты себя переоценивают, то есть они завышают свои баллы. А на самом деле в этих графиках просто сработал эффект регрессии к среднему. Там нет завышения студентами своей оценки, там просто регрессия к среднему. Статистическая ошибка. Если у вас есть коррелирующие величины, между ними сильно коррелирующие величины, у них всегда есть регрессия к среднему. И прежде чем искать в этом физический смысл, надо просто сперва вычленить регрессию к среднему. А она возникает очень просто. У вас, например, две крайние позиции, например, двоечники и отличники. У вас, например, двоечник иногда напишет на тройку, он знает, что он двоечник. И он говорит честно, я сдал тест на двойку. Но по какой-то причине он может тест сдать на тройку. Да, он вдруг что-то там на самом деле случайно угадал. А по какой-то причине он может сдать тест и на единицу. Но он честно сказал, я двоечник в тесте. Но если вы начнете теперь усреднять величины, как в этом эксперименте Дэнни Крюгера, я не уверен, что правильно воспроизвожу фамилию, у вас получится, что, например, когда, например, удар четверочник, тоже себе честно поставил четверку, но почему-то сдал на тройку экзамен, вот эта ошибка компенсируется тем, что иногда троечник сдаст на четверку. Тогда как бы одна ошибка скомпенсирует другую. А вот две крайние позиции, когда, например, двоечник крайней позиции графики и отличник крайней позиции, отличник иногда может написать на хорошо, а двоечник иногда может написать как бы хуже. И вот эти сценарии, они друг друга не скомпенсируют. Таким образом, когда человек говорит, что я сдам на двойку, она сам сдал на единицу, покажет так, что как будто бы человек, который все время сдает на единицу, себе поставил двойку. Это на самом деле не так. У вас просто регрессия к среднему сработала. И поэтому, когда вы просто смотрите на какие-то графики, они коррелируют, вы говорите, о, из этого какой-то вывод делаете, там может быть много причин, и в том числе статистические ошибки. Поэтому вот как бы вот эта аргументация, типа давайте я на полтора часа сделаю видео, где покажу вам тысячу графиков, где что-то с чем-то коррелирует, это как бы разговор просто, это только определяет вашу способность уметь находить такие графики и из них строить какое-то повествование. Ну окей, у вас в этом талант, но это не наука. Так можно всегда делать. А вот я не совсем понял с Дэнни Крюгером. Значит, у них по X их реальная оценка, а по Y их оценка, как они сами себе поставили, да? Нет, у них... Сейчас, 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 по X это у них... Нет, там два графика. У вас как бы на одной как бы плоскости, у вас два графика. Один график, это как они какую оценку получили. А что по осям, что? Сейчас посмотрим, я не помню. Там должно быть по осям, наверное, реальная оценка и, значит, как он, ну, как он себя сам оценил. Сейчас я посмотрю, забыл. Как прогнозируемо или как это так? Я забыл. Как эта сталь называется там Дэнни Крюгера? Даннинга Крюгера. Даннинга Крюгера. Даннинга Крюгера. Есть как бы в интернете этот как бы эксперимент, раздули да нельзя в искаженном виде. Типа, раздувая такое мнение, что типа, типа, тупой человек не знает, что он тупой, поэтому он себе оценку завышает. А на самом деле там такого эффекта нет. Это просто регрессия к среднему сработала. То есть как раз таки люди не преувеличивают свои возможности, люди вполне дают четкую оценку своим возможностям. Но только надо английскую википедию смотреть, в русской графика нету. А, нет, в английской тоже нету. Сейчас откроем на график. Не, а там в картинках надо найти именно график с экспериментами, а не с интерпретацией. Сейчас найду. Есть, есть, вот он. Я не знаю, пока не получается найти сейчас. Какая вот Крюгулька? Пик глупости, дали отчаяния, платос... А, все, сейчас я вам пришлю ВКонтакте, я нашел. Это вот это, да? Нет, есть, я просто нашел статью, где человек обсуждает, дает анализ этой статьи. Сейчас, 5 секунд, я зайду ВКонтакте и пришлю вам. Там есть по крайней мере, там по крайней мере есть настоящая картинка. Да? Все, я вам отправил. ВКонтакте. Где что-то там булькнуло? Там квартили, короче, по оси Х. Знать бы, что это такое. Квартили, это, видимо, значит, кварта, четверти. Децили, десятые. Квантили, квартили. Так, проценты тут у вас по оси Y-то. А это квартили, да. Первая четверть, вторая четверть, третья четверть и четвертая четверть. Их по четвертям разместили. Так. Актуальный тест, да? Ну, это реальный тест, да? Если даже вы посмотрите на этот график с учетом регрессии к среднему, там даже в этом случае видно, что студенты, например, типа двоечники, они не ставят себя выше отличников. Они просто чуть-чуть только завышают свой результат. Да, да, но они вот завышают. Но даже это чуть-чуть завышение как раз-таки объясняется к регрессии среднему, а не тем, что они не умеют себе давать объективную оценку. Как раз-таки людям свойственно давать себе объективную оценку. Это на словах мы все петушимся, а когда доходят до дела, все знают, кто они на самом деле. Поэтому. Это я просто пример привел к тому, что это как бы пример, как можно из графиков получить абсолютно как бы ложный результат. Понятно, очень интересно. Это интересная статистика. Я обязательно почитаю. Так, но мы снова вместе. Ну, в общем, некому консенсу пришли? Конечно, конечно. Да, но... Можно даже в конце спеть американские гимны, вы по-английски, я по-русски. Хазбулат удалой, бедно сакля твой, я золотой кайму казной. А вы правильно поете? А? А вы правильно поете? Ну, вы должны по-английски петь, я по-русски-то. Нет, я не слава, а мелодию скажете, нет? Нет, ну, пойте американские гимны, это будет Хазбулат удалой. Это я знаю. Хазбулат удалой, бедно сакля твой, за дровью казной награжу я тебя. Окей, синхронизироваться не получается. Коня, отдам винтовку свою. Вот, настоящая Америка. Вот такие. Ты отдай мне жену. Ну, это надо, ну, что прям вы таких американцев прям рисуете? Отдай жену. Не, зачем, мы за любовь готовы отдать. А, как готовы винтовку отдать, да? Да, хлам. Ненужные, ненужные, ненужные ценности за вечные ценности, понимаете? Ну, да. Мы американцы такие. Нет, ну, винтовку, это очень интересно. Вот я хочу вот это R15 у нас стали делать в России. По-моему, даже под наш патрон. Ну, хотя у нас и вашими патронами торгуют, делают их. У нас тоже производят. Она такая интересненькая. Дочь хоть Калашникова купить себе, она патриотка. А я вот хочу вашего R15. Ну, нашего, правда, производства, естественно. Ну, хит его знает, может и не буду. Может, РПД я куплю просто. Ручной пулемет. А я не разбираюсь просто в том, что вы сейчас говорите. Ну, это вот во всех ваших американских фильмах, там обычно показывают, когда спецназ какой-то, вот это называется R15. Тот вариант, который для гражданского применения. Ну, вот он, он такая легонькая, хорошенькая, какая-то физовенькая такая. Я помню, видел ваши Stinger, они какие-то пластмассовые были, помню. Вот мне, меня потрясло. Какие-то пластмассовые, типа, типа, липкая лента где-то что-то заклеено. Вот меня это очень удивило. У нас что такое, возьмешь в руки, маешь, вишь. Но мы на Америку с помощью скотча высадились. Да? Это как? Ну, вы знаете, эта история, что типа у них там скотч нашелся, и они этот брызговик от лунаху... Ровера починили. А, там на Луне, да? Да. Я не знаю, сколько это байка, насколько это верифицируемая история, но она... Очень может быть, очень может быть. Нет, там как бы в классическом рассказе этой истории в том, что никто не знает, откуда там взялся скотч. То есть, они сломали брызговик ровера, и у них в итоге выбрасывался, как бы этот... Ну, грунт разбрасывался, а это опасно было повредить, ну, там что-нибудь в скафандре. Да, у них там очень пыль плохая на Луне, лезет везде во все дырки. Вот, и по какой-то причине они просто в своем, как бы, посадочном модуле нашли скотч, и с помощью скотча починили. Вот, и возникает... И самый интересный вопрос, типа, откуда там взялся, там типа по спецификации скотча не должно было быть. Может быть, там заклеено что-нибудь было скотчем? Ну, как бы, нет. Например, на посадочном модуле, так сказать, вылетела какая-то, на бортовом компьютере какая-то кнопочка. И вот они, ну, как быть, они взяли авторучку и авторучкой там вот нажали. Был такой случай тоже, да. А вообще, снаружи вот этот посадочный модуль был отделан полиэтиленом-терифталатом. Знаете, такой материал? ПЭТ. Это то, из чего делают вот эти, так сказать, бутылки для газированной воды. Знаете, вот это вот. Вот он был... Он легкий, хороший, прочный, чего вам надо еще? Долетит бы он и долетит, ну и хватит, больше не надо. Вот он был отделанным, там, как там была... Конструкция была такая, вот из ПЭТа. ПЭТФ, он правильно называется. Да, ну вот, российско-американская дружба, спели вместе гимн ваш. Да, в честь... В честь стыковки российского... Модуля наука, да. Да. С МКС. Да. Ну и что, что там, двигатель не вовремя заработал. Да с кем не бывает. Я от меня... Главное, что мы друг друга не бросим никогда. Да, прицепились и все, не отпустим. Да. Состыковались называется. Да. Так что вот такие дела. Кстати, про научную точность еще такая интересная вещь. Вот здесь вот, про какие-то закономерности брать. Вот ту ссылку, которую я кинул, эту статью написал такой человек. Ну, этот анализ сделал такой человек, Сергей Белков. И он в свое время очень такую хорошую вещь мне объяснил. В своих статьях. На примере того, как бы, ну, что мы можем определить, как бы, вот, научным методом, а чего не можем. И, как бы, наша способность определить в эксперименте, что какое-то явление есть или его нет, оно ограничено, как бы, статистической мощностью эксперимента. Ну да. То есть, да, вот. И там, как бы, получается такой, он рассказывает на таком интересном примере. В России есть такой конкурс, называется премия имени Гарри Гудини, где говорят, типа, экстрасенсам мы вам дадим миллион, если вы подтвердите свои экстрасенсорные способности. И у них есть договор, в рамках которого прописывается, в каком случае экстрасенс получит миллион. И вот этот Сергей Белков, он, как бы, указал, что в их договоре есть, как бы, юридическая неточная формулировка, которая делает этот эксперимент, как бы, ну, нечестным. Ну, условно, в кавычках. Дело в том, что у них там написано было, я дословно фразу не воспроизведу, у них было написано, что экстрасенс не сможет показать экстрасенсорные способности. И вот в такой формулировке это проблема. А что значит, что он не смог показать экстрасенсорные способности? Нет, неправильно сказал сейчас. Я неправильно сказал. Ну, тогда миллион не получит. Нет, я сейчас, там важно, какая формулировка была. Ну, не, не вспомню, сейчас, короче, просто по-другому объясню. Дело в том, что, например, когда вы договор, как бы, уберем, я сейчас не помню, там, цитату из договора. Просто объясню смысл. Ну, допустим, мы хотим узнать, есть ли у экстрасенсы экстрасенсорные способности. Да, вот вообще, вот существуют ли экстрасенсорные способности. И понятное дело, что когда мы, например, экстрасенс утверждает, что я могу угадать, что за ширмой стоит человек или нет. И мы делаем корректный эксперимент, там, слепой, двойной, там, рандомизированный, да, как полагается. То есть за ширмой прячет человека один лаборант, он выходит, другой лаборант заводит экстрасенсов в комнату, чтобы и этот второй лаборант не знает, где за ширмой спрятан человек тоже, чтобы случайно не подсказать. То есть мы корректный эксперимент ставим. И у нас результат получается такой, что отгадывание экстрасенса не превышает случайного угадывания. Вот. Но значит ли это, что у экстрасенса нет экстрасенсорных способностей? Они могут быть, просто они могут быть такими слабыми, что просто они не превышают статистическую мощность эксперимента. А, например, и таким образом мы просто перестаем изучать явление. Мы, конечно, как бы, то есть мы из этого не можем сделать вывод, что явления нет. Оно просто может очень слабое. Вы понимаете, как бы? Вот. А у них, как бы... Это как вот коэффициент корреляции. Вот, в принципе говоря, вот так вот говорят. Если коэффициент линейной корреляции меньше, чем 0,3, а не обращай внимания на эту зависимость. А на самом деле, если точность большая, то, в принципе говоря, и у коэффициента корреляции есть своя погрешность, своя точность. Ну вот, например, какая-нибудь 0,2 плюс-минус 1 сотая. Ну вот есть вот степень связи между х и у, между двумя факторами. Она небольшая, но она есть. Но это должен достаточно мощный эксперимент быть, достаточно большая статистика. Это просто похожие аналоги используют, например... То есть, не точнее, не похожие аналоги, А, например, если, например... Так, его... Нельзя трогать микрофон, удар. Я забыл, как же это называется-то? Разведение вещества в воде бесконечное. Ну, я понял, понял. Это ваша, как ее любимая, медицинская наука-то, да? Как же это? Это гомеопатия. Да, гомеопатия, вот. То есть, понятное дело, что, допустим, мы как бы в эксперименте не можем проверить, что гомеопатия работает. То есть, мы, собственно, в эксперименте показываем, что она не работает. Это... Ну, как бы тебе... Как бы защитник гомеопатии, он скажет, ну, вы просто... Как бы эффект есть, он очень слабый, вы просто в эксперименте его не можете выявить. Но проблема в том, что в такой аргументации, то, что если мы не можем выявить в эксперименте, мы его на практике не можем применять. Не, ну, я понимаю. Ну, вот если, например, вы много раз бросаете монетку, в принципе говоря, 50-50 ведь выпадает орел и решка. Я понимаю, но вы... Если вы очень много бросаете, то у вас может оказаться, что в отличие от одной-второй выпадения орла, да, например, может превышать погрешность результата. Тогда, значит, что да, вот орел там выпадает чаще или чуть-чуть чаще, или чуть-чуть реже. Сейчас... Монета... Не-не-не, я понял. Но ваш аргумент строится в том, что типа гомеопат, он делает точечное лечение точечного больного. Не-не-не, я этого не говорю ничего. Нету я не говорю. А, ну, окей. Ладно, короче, не... Я просто говорю про то, что... Ну, зависимость есть, но она очень слабая, скажем так, да. Это как, например, вот коэффициент корреляции. Если очень много наблюдений, то действительно можно установить коэффициент корреляции. Он будет небольшим. То есть, в принципе, можно вроде пренебречь, но он есть. То есть зависимость есть, но слабенькая, да, вот так называется. Влияет, но слабо. Ну, короче, про геомопатию я неправильно тему начал. Она не... Да, не будет популяризировать меопатию. Нет, я не про это. Я просто... Она не относится к той мысли, которую я сказал про экстрасенсов, статистическую мощность. Да, да, да. Там это не... Не связанные события. Да, ладно. Ну, это можно выявлять. Большое ему количество опытов. Если он угадывает, там, скажем, три двери или три ширмы, и он угадывает, за какой ширмой стоит человек, да? Это он типа того. Ну, вот если он будет угадывать с вероятностью одна треть, ну, то что никакого нет у него, да? А если вот чуть больше, чем одна треть, ну, погрешно... Нет, 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 как раз, как раз мы не знаем, что у него нет экстрасенсорных способностей. У него, может быть, они просто такие слабые... Слабые, слабые. А вот они будут... Они будут... Значит, тем, что он будет угадывать чуть чаще, чем одна треть, но это будет меньше погрешности. Вот это разница, то есть больше погрешности. Нет, допустим, вот такой гипотетический сценарий. Допустим, экстрасенс по какой-то причине иногда видит, что за ширма, а иногда не видит, допустим. Но его эта способность... Нет, но его эта способность, она просыпается реже, чем случайно угадывали. Это не значит, что тогда... Но это не значит, что тогда у него такого эффекта нет, который ему позволяет... Нет, там просто к случайному угадыванию это добавится. То есть, если много будете опытов делать, это выяснится. Но ночью слабенько. А, ночью. Нокий, да, понял. Так что у вас сигма сколько получается? Корень из двух n делить на три. Да, вот когда вот за тремя ширами. Корень из двух n делить на три. Это сигма. Ну, и когда у вас очень много там их этих n. Сигма очень так это маленькая. Ну, окей. Ну, что там может так случиться. Ну, это вот такие, так сказать, тонкие эффекты. Да, вот редко-редко, но бывает действует. Ну, так как мне ближе, как с коэффициентом корреляции. Выясняется, значит, что-то там тень отбрасываете. Тень отбрасываете. Ну, имеете в виду сейчас? Да, вот как-то когда двигатель, сзади меняется освещенность стены. Ну, это просто кресло. Да, я тоже так думаю. Да, это кресло, да. Вот видите, теперь это уже не корреляция, а зависимость, потому что мы экспериментально проверили. Вот смотрите, вот смотрите. Нет, давайте еще эксперимент не проверили. Давайте эксперимент правим. Вот видите тень? Так получается, допустим, вот сюда. Нет, там просто яркость вот этой стены меняется. Тень-то тенью. Нет, мы сперва должны предсказать результат, а потом его проверить. То есть, если я сейчас повернусь вот в эту сторону, то у меня тень уйдет в ту сторону. Ну, поворачивайтесь. Опа! Предсказали результат. Еще раз поверните. А вот руку поднимите, поднимите вот так руки. Вот как вы делаете? Не-не, вот так, вот так. Две руки, вот так. Да не так, а вот так. Вот так? Я не знаю. Ага. А теперь сюда, а теперь сюда. Да ладно, сердечки не обязательно. Нет, было так, что-то менялось освещенность. Влияло на камеру, наверное, на самом деле. Ну, окей. Во-во-во-во. Сзади меняется, так сказать, яркость фона. Он регулирует камеру чего-нибудь. Так бывает. Камера подрегулирует. Так, ну что, продолжим? Или хотите что-то еще добавить? А что значит продолжим? Ну, вот то же самое. Хотите еще что-то добавить? А? Да нет, вроде про заглобальный контент, что пришли ложному. Ну, все хорошо. Да, вы даже спели гимна, да, и про нерушимую дружбу. Кстати, как вы видите, назовете? Наука. Да. Как вы видите, кстати, назовете? Да вот надо придумать, как назвать. Тут у нас с вами беседы, вытанцовываются примерно, как у меня с Цветковым. Это тоже, наверное, надо позиционировать, как некую, так сказать, схватку грязного манипулятора с кем-то там, да, понимаете, да? Нет, ну, название должно быть крикберительное слово «глобальное потепление», иначе не посмотрят. Вы заметили, когда в названии есть глобальное потепление, у вас просмотры там высокие становятся? Потому что, то есть, в самом названии должно быть крикберительное слово. Радис Валиулин разоблачает инсинуации грязного манипулятора о глобальном потеплении, да? Или просто «глобальное потепление» большими буквами. Радис Валиулин разоблачает манипулятора, грязного манипулятора. Вот так. Нормально, да? А, кстати, вы меня не спросили, что сегодня пятница, а я не работаю. Да я вот тоже так думал, но что это вы такой сегодня свободный? Ну, может, думал, у вас там когда-нибудь митинг будет в какой-то определенный... Но у нас в Калифорнии же коммунизм, поэтому у нас под пятницей раз в месяц дают день в выходной. А, спортивный день, да, какой-то у вас там? Мы не к 80-му, а к 2021 году достигли коммунизма в Калифорнии. Да, хелфи, день здоровья называется. День здоровья. Ну, вы должны, наверное, в это время куда-то бегать или идти на природу? Как там это? Ну, на хайкинг хотя бы, да. На что, на что? Хайкинг. Ну, это когда пешком по горам гуляешь. А, подниматься в гору. Ну, да. Но никто не проверяет, да? Нет, никто. Ну, вот поэтому вы и сидите дома и... Сутулый. Сутулый, старый и все такое вот. Нехорошее. А, блин, все время ударяем микрофон. Что за такое? Да нормально, то есть неестественно, да. Так, сейчас я сразу запишу название-то, значит. Глобальное потепление. Так, где тут у меня... Вот сюда надо это писать. Глобальное потепление. А можно точку поставить, да? Валиулин. Вал, кстати. Разоблачает. Разоблачает. Как там? Грязная инсинуация или гнусная инсинуация? Грязная. Нет, гнусная инсинуация и грязного манипулятора. Вот так вот. Но вы название должны слово глобальное потепление оставить, иначе... Глобальное потепление, точка. А потом дальше что про это будет? Валиулин разоблачает гнусные манипуляции, гнусные инсинуации вот так вот. Грязного манипулятора. Грязного манипулятора даже с большой буквы напишу. Потому что это все-таки мое второе имя фактически. Грязного манипулятора. Вот. Кстати, вчера посмотрел фильм с Черли Чаплиным. Это его 47-го года фильм. Первый его фильм, где он не в образе Чарли вот этого. Он посвящен, значит, некий француз. Заключает, значит, браки. Он многоженец. И убивает своих жен, да? Ну, чтобы семью деньги нести, кормить. Вот. Ну, это был у них похожий случай в реальной Франции, да? Вот он такой вот снял такой фильм. И кончает с тем, что его, естественно, осудили на гильотину. Но он такой крутой. Он вообще... Ну, получается, что он хороший. Вот. Понимаете как? И Америка не приняла этот фильм. В результате Чарли Чаплин уехал в Европу со своими шуточками. В Европе фильм прошел на ура. Да. Ну, мы американцы, да. Бдим добродетели. Ну, типа, я, говорит, убил 14 человек. Ну, вот люди миллионы убивают, они героями становятся. А я, да, у меня он на гильотину. Ну, вот такой вот он был человек. Чарли Чаплин. Ну, знаете, некоторые договорились до того, что они говорят, что американские рабы должны быть благодарны за то, что они были рабами в Америке, а не в других странах, где с ними еще хуже обращались бы. Да. Ну, понимаете, то есть люди до сего могут договориться. Ну, у нас договорился председатель Конституционного суда до того, что сказал, что крепостное право это было очень даже хорошо. Это он превзошел. Он ни с кем не сравнивал, что вот если бы не у нас, а в Америке, так там было бы жарко и комары бы еще кусали бы. Святые люди. Да, а тут, говорит, что хорошо, что вы, что вы, нормально. Крепостное право, что там. Так, договорились. А у вас кто договорился, что хорошо, что попали в Америку-то? Ну, есть люди в Канаде, которые ты такого додумаешь. А, этот самый из Канады, да? Не, ну что, если бы их не купили бы, не увезли в Америку, их бы убили бы там. Но это аргумент уровня, знаете, как бы, человек тебе на ногу наступил, а ты ему говоришь, сэр, вы меня наступили на ногу, а он такой говорит, а видишь там более здоровый мужик, он бы тебе вообще ногу сломал, так что ты мне спасибо скажи. А мог бы ножичком, между прочим, да, мог бы ножичком. Да, и каждый раз, когда мне тебе наступает на ногу, я говорю, спасибо, что не сломали. Да. Целую. Это анекдот был такой, так сказать, поездка в автобусе, вот, значит, на каждом ухабе кто-то говорит, ну, хорошо, еще что пополам. А почему пополам? Там вот МВ-квадрат пополам. Это если был бы не пополам, каково было бы. Хорошо еще что пополам. Типа того, да. Вот такой физический анекдот. Вот. Ну, да, вот так вот. Нет, говорит, если бы, говорит, не купили бы, их там убили бы. Да? Хорошо, что купили. Нет, а если бы их не покупали, бы их никто захватывать бы не стал. Нахрен они нужны, где-то их захватывать, везти как-то там. Да. Вчера раки стоили по три, но маленькие, а сегодня по пять, но большие. Но вчера же были по три, а сегодня большие. Но по пять. Да, но по пять. У меня и трех не было. Нет, ну, по-моему, на... Это тем другой анекдот. Если это один, значит, еврей, своему родственнику пишет в Израиль, говорит, вот, говорит, вчера, говорит, на базаре куры были по четыре рубля. Вот. Ну, говорит, раз, ты можешь такое писать, но четыре рубля дорого там казалось. Ну, говорит, сейчас все правильно напишу. Вот, значит, вчера, говорит, на базаре продавали, говорит, слонов по три рубля. Ну, зачем бедному еврею слон? Лучше добавить рубль и купить курицу. Смешно. Вот так объяснил, да. Да чем бедному еврею слон? Кстати, про курс физики. Я-то подписался на ваш канал. Почему? Потому что я хочу курс физики. Курс физики все-таки продолжать, да? Да. А не инсинуации всякие. Не грязные инсинуации. Не грязные инсинуации. Кстати, я немного, видимо, плохо объяснил. Я считаю, что обывателю правильно рассказывать физику именно не истории, как история в таком-то году, там что-то было, а вот именно истории экспериментов. То есть вот в таком-то году мы поняли, что надо посмотреть то-то, посмотрев то-то мы поняли, что есть такое-то явление. Мы человечество. Что мы? Да. Мы выжились на Луне. Мы человечество. Знаете, как у меня сейчас говорят? Молодцы! И такой, ты думаешь, про тебя он сказал, потом добавляет. Наши отцы. А-а-а. Молодцы! И тогда как бы не будет этого ошибок у некоторых рассуждений, когда они говорят, что почему скорость света она предельная. Потому что они не понимают, что это, как вы говорите, из уравнения Максвелла, а уравнение Максвелла это всего лишь обобщение хорошо изученных наблюдаемых явлений. То есть они же формулами не ночью приснились, а он просто, вот есть у вас куча экспериментальных данных, там, вы их просто обобщили математически, у вас получились формулы. Я на эту тему даже два видео сделал на эту тему, вот, пожалуйста. Вот. И поэтому вот как бы надо именно физику, обывателю объяснять с точки зрения экспериментов. Вот сам эксперимент, чувак, ты можешь придумать. А как вы думаете, это делать какие-то такие лекции по полтора часа, по 45 минут? Ну, 45, ну, сейчас в 45, наверное. Вот такие, да? У меня просто есть коротенькие. Но мне безранница, и современный интернет позволяет ставить на паузу, поэтому мне безранница. Вы можете делать и по 2, и по 3 часа. Нет, ну, люди включили, смотрят. Нет, когда человек изучает курс, он, да, он, да, действительно, может 2 раза одно и то же посмотреть, там, открутить, отмотать, медленно посмотреть. На полторашечки. На полторашечки, на двушечки. Да, вот. Там самые маленькие сколько там, 0,5 десятых? Наверное. И самое главное, я-то ночами уже не спал, как бы, все, все инсинуируйте, инсинуируйте. Меня уже на работе ругают, типа, ради стойки, что тикеты не делаешь. Тикеты? Ну, задачи, задачи. Ну, есть система контроля выполнения задач, как бы, задачи видеть тикеты, оформляясь в системе контроля задач. Соответственно, у меня производительность упала, мне покой не дает инсинуации. Меня на работе уже ругают. Так что, Борис Сергеевич, нельзя, понимаете, все эти инсинуации в пространство. Вы уменьшаете ВВП страны. Америки. Да я разрушаю экономику Америки. Мне Путин должен дать какую-нибудь медальку. Но вы и в России уменьшаете. Мы так и не удвоили. В России мы вообще ничего не делаем. Ну, мы почти как-то, был же момент, когда почти удвоили ВВП, потом в итоге все откатилось назад. Да, серьезно, был такой. Не, ну, вот, ну, золотые нулевые, когда Путин говорил, что мы должны удвоить ВВП, там почти был точка, когда почти достигли этого показателя. Ну, золотые нулевые, а потом, когда кризис 2013 года случился, там все откатилось, и в итоге уже ни о каком удвоении сохранить бы то, что было. К сожалению, да. К сожалению, да. К сожалению, да. К сожалению, да. А у вас-то, Борис Сергеевич, что нового? А ты о себе, да, о себе. Ну, как что, забор строю? А все-таки вы единственный, кто... А я не понял, вы единственный, кто решил сотрудничать с властями, или у вас соседи тоже строят заборы? Нет, ну, нет, у каждого свой метод, метод непротивления злу, насилием. Нет, ну, вот у меня вот такой вот, ко мне такая претензия была. Ну, вот, ну, претензию решили. Ну, окей. Ну, отвечаю на нее так. Ну, у меня самого... Ну, что, плохо, что будет хороший забор? Нет, замечательно. Это хорошо. Хорошо, что будет хороший забор. Это будет очень красиво. Это будет хорошо. Вы же видели фотографию в интернете моего забора? Да где-то я там ставил его на эту, на превьюшку даже. Чего же так это? Я стараюсь, опупыриваюсь, а народ не обращает внимания. Надо там не еще выжечь надпись. Там будет пластмассовая деталь, на ней будет надпись через чернии к звездам в латинском языке. Товарищ пожертвовал 10 тысяч рублей, вот на них я иду. Сквозь инсинуации к звездам. Я вам... Сколько я тебе пожертвовал? Много, немерено. Тоже что-нибудь написать? Ну, я тоже перебью, да, я скажу. Сквозь инсинуации к звездам. Да, да. Ну, такой вариант, да. Сквозь тернии к звездам на латинском языке, сквозь инсинуации к звездам на русском языке, и еще на что-нибудь там написать. Ну, типа того, да. Обнагрел ты этот сам старый попрошайка. Где-то бы такое вот еще написать. Кстати, это в Америке тема такая. Люди любят донатить, и государство потом скамейки именно и ставит на улицах. То есть ты садишь на скамейку, а там есть табличка. Оплатил такой-то. Джон какой-нибудь Смит. Джон Доу. И, кстати говоря, еще вот есть страна, по-моему, Кавказ, да, типа Армения, Грузия, может быть, там делают фонтаны, да, вот как кто-нибудь решит поставить памятник, ну, просто в память о чем-нибудь ставит фонтан, построил. Ну, и все знают, это фонтан, вот такого-то уважаемого. Писущий в ассесуале. А? Да, в ассесуале. Писущий в ассесуале. А, писущий в ассесуале. Ну, нет, там обычно. Там с водой, так сказать, напряженка. Поэтому, когда стоит фонтан, это здорово. А один, значит, миллионер Бакинский, это еще в старое время, до революции было, у него, значит, он зарплату рабочим выплачивал, а там, значит, были там полкопейки, еще чего-то. Полкопейки как-то мы в доход уходили, да. И вот нам потом из этих полкопеек построил дворец красивый, он, значит, ну, по крайней мере, до сих пор стоит в Баку. Ну, он в память о своем сыне его построил. Дворец этот. Сын у него умер. Ну, какой-то вот нефтяной миллионер там уж не по-кински. Дореволюционный еще. Ну, дворец был красив. Я его из автобуса видел, но дворец красив был. Вот такие дела. Ну, что, завершаем наше бдение-то. Я думаю, да. Вам пора по горам побегать. У вас пока не горят еще эти леса-то. Так, черт его знает, я же за новостями не слежу. Ну, дым-то, нюхайте. Ну, тут какой-то дымка есть, я только так и не понял. Ну, а типа, ну, дымка от пожаров или просто дымка? Ну, дымка от пожаров она пахнет. Не, я ничего не чувствую. А, ковид. Не, у меня ковид прошел. Ну, оставил след. Нет, у нас же были... Понятно, что жертвам пожаров не позавидуешь, но у нас когда же в прошлом году был пожар, у нас какой-то день был, когда как будто марсианское у нас было, марсианское небо. Все было очень красное, да, и очень было красиво. От пожаров. Понятно. Это, наверное, так сказать, Рэй Брэдбери, ты не в Калифорнии жил? Может быть. Я, кстати... Вдохновлялся пожарами, наверное. А Рэй Брэдбери, какое произведение? А у него много произведений, вот в частности, у него были, так сказать, марсианские хроники там про Марс, про марсиан. А вспомнить все это его? А? Вспомнить все это его? Нет, нет, это не его. Его еще было, знаете чего, сколько там градусов по Фаренгейту, температура, при которой воспламеняется и горит бумага, вот это было. Сколько-то градусов по Фаренгейту, вот это было. Не помните? Книжки-то же. Ну, в Советском Союзе он был очень популярен. Как популярен, что когда, значит, Бондарчуку за фильм этот самый «Война и мир» присудили, значит, Оскара. Он был, естественно, вот тут в Голливуде на этих торжествах, получал Оскара. Ну, а тут вся эта, так сказать, тусовка. И тут, значит, зовут Рэй Брэдбери. Вот с вами хочет поговорить, говорит, Бондарчук. Как так, откуда он меня знает? Говорит, ну как же, как же, говорит, в СССР так популярны ваши книги. А ему-то за это дело, так сказать, ничего не отломилось. В СССР печатали его книги, действительно очень популярны были. Я с детства их знаю. Радиокомпозиции даже были по его книгам. Ну, в общем, все, что хочешь. А он только об этом узнал, что Бондарчук захотел с ним пообщаться. Весело. Да, то есть, видимо, это было в Калифорнии все-таки. Но я, когда приехал в США, понял, откуда многие мотивы различных произведений берутся. Я, например, думал, откуда придумали, например, концепцию, типа, Судьи Дредда, там, когда есть город утопический. Я, когда съездил в Торонто, понял, откуда они вдохновлялись. Откуда? Ну, американские мегаполисы, они такие, немного напоминают антиутопичный мир, описываемый, например, там, во вселенной Судьи Дредда. Ну, чем-то, само собой, это не прямая аналогия, но имеется в виду, откуда люди вдохновляются. Или, например, откуда там, например, во вселенной Властелина Колес, там эти огромные деревья. Ну, тут, походи в Америке по лесам, ты поймешь, откуда эти образы приходят. Я не говорю, что они именно этими лесами вдохновлялись, просто имеется в виду, как бы, когда ты видишь контраст, как бы, вот эти изменения, как бы, вот, чего доселе не видел. Ты, как бы, ну, в Америке, как бы, очень все разнообразно, там, в лес пойдешь, там, вот такие деревья есть, такие, и ты понимаешь, откуда эти образы пришли, тем, кто их там, навыдумывал. Ну, понятно. Америка. Ну, ладно, спасибо вам большое. Вам спасибо, Борис Сергеевич. Да, ну, почему? Вот вы мне поставили задачу, цели ясны, задача поставлена за работу, товарищи, надо делать курс физики для народа. И, кстати, еще я собираюсь доделывать еще той теоретической основы литротехники. Вам, может быть, не так это нужно, но вот я хочу, чтобы это было. Ну, я этому учился, если что. Ну, вот этому учились, да. Я единственное помню только, что курсовую делал, где считал, ну, параметры цепи электрической, но я уже ничего не помню, я вообще не понимал, я ее маршинально только считал, не вникая физическую суть. Не, ну, есть люди, которые сейчас это учат, и вот, ну, как-то им лишний разговор им полезен. Лишний источник информации, который не напрягает, им полезен. А сколько просмотров у вас этих видео? Ну, там, как всегда, первую лекцию там очень много, а потом начинает все это уменьшаться. Ну, окей. Ну, там, там нормально смотрят, их смотрят, их смотрят, то есть они давно уже лежат, и поэтому их смотрят постепенно. Ну, там тысячи-то есть их там просмотров-то. Тысячи просмотров есть. Я считаю своим долгом их дописать, этот курс лекции. Ладно. Окейушки, да? Чаушки? Чао. Чаушки. Окейушки. Хорошо. Вот, ну, и публики наши родной, до свидания. Не забывайте, вот, поддержите нас, наши новые, так сказать, попытку скандала, да? Для публики нравится скандал, разоблачение, там, все такое прочее. Вот, посмотрели, лайкните, репостните, напишите ваши комментарии, ну, и самое главное, пришлите денег. Ну, что делать? Я профессиональный... Мне не надо. Профессиональный нищий. Профессиональный нищий. Мне не надо. Да вам не надо, вам деньги не нужны. Вы в Америке, Америка. Это вы сами золотой казной можете, кого хотите наградить. Мы еще напечатаем. Да, вы еще напечатайте, если что. Ну, пока.